С чего вообще все началось? Дело в том, что моя жена, Нинора Себашвили, очень сильно увлекается маньяками. И в смысле, что я маньяк? Это звучит пугающе, Майкл. Я понимаю, ну что поделать, значит. А смысл заключается в том, что история серийных убийств, история каких-то громких преступлений очень занимает. Поэтому я волей-неволей прослушал очень большое количество материалов на эту тему. Сейчас он на своем канале читает книжку про Теда Банди и все остальное. И это люди, которые устроены сильно иначе, чем мы. Причем вот для нас есть какое-то понятие нормальности, а у них оно совершенно другое. Это не значит, что они не понимают свои действия и не отдают себе в этом отчет. Или что они нерациональны. Да, они очень рациональны, они очень расчетливы. Они точно придумывают, что они хотят и как сделать. И в этом смысле Владимир Путин очень ярко, на мой взгляд, и давно демонстрирует свою вот эту психопатичность. В первый раз, когда я об этом задумался, когда я увидел нашумевшее видео с его выступлением у Ларри Кинга, когда они обсуждали подлодку Курск. И вот там, значит, Ларри Кинг задает вопрос про подлодку Курск. И контекст сами понимаете, да, там, значит, утонули моряки. Чудовищная трагедия. Собственно, вся страна в трауре. И вот, значит, Ларри Кинг задает вопрос. Путин отвечает. Давайте посмотрим, как это было. Улыбка. Вот что меня в этот момент слушает. Да, для человека, в принципе, отсутствует эмпатия как свойство. Да, и в этом смысле, да, отсутствие эмпатии, оно очень многое объясняет Владимира Путина. То есть в этом смысле как раз психопаты, они вынуждены симулировать эмоции. Ну, то есть они не чувствуют, не испытывают сочувствия, не считают там, что существует ценность человеческой жизни. И в этом смысле у них есть какой-то набор вещей, который отличает их от того, что называется обычным человеком. И там, значит, психопаты менее успешные, они могут становиться там маньяками, или кто-то может даже это сдерживать и нормально в социальной норме существовать. При этом часть из них довольно успешна, потому что у них нет... Сносят президентами. В том числе и диктаторами. Потому что у них нет барьеров и ограничений, да. То есть многие вещи, которые вы не делаете в жизни, восковывают там моральные обязательства, представление о хорошем и плохом, представление о справедливости, обо всем остальном. А эти люди этого лишены. У них вот в этом смысле нет никаких барьеров, поэтому они могут спокойно нарушать то, что у нас считается нормой, нарушать вещи, которые для нас там незыблемы и все остальное. То есть убийство человека или большого количества людей. Как своих, так и чужих, для них не считается чем-то плохим. Они просто не испытывают в этом смысле эмпатии. И Владимир Путин, он, конечно, очень подходит под это все описание. Я надеюсь, нас сейчас совсем скоро наш гость ознакомит с этой публикацией. А может быть и не ознакомит. Есть какие-то у него проблемы со связью. Да, у нас там проблемы. Объясню, почему мы считаем это довольно важно. Это не просто для того, чтобы навесить какой-то очередной жупел, да, там, Путин, психопат, у него рак, Паркинсон и все остальное. Да, не в этом смысл. Смысл в том, что основная история, связанная с психопатами, заключается в том, что когда вы понимаете, как человек работает и как человек действует, в этом смысле вы становитесь более способны себя от него защищать. Вот почему, например, многие аналитики, да, там, многие политологи и все остальные долгое время, до 24 февраля, говорят, что нет, Путин не устроит эту войну ни в коем случае. Это все обман, пиар, там, он хочет поговорить с Байденом, он хочет еще что-то сделать, все такое. Почему? Потому что они исходили не из неверного анализа Владимира Путина. Они представляли его рациональность, как рациональность нас, обычных людей, да, то есть есть какие-то выгоды, он не хочет, чтобы там погибала собственная армия, не хочет там быть мировым изгоем и еще что-нибудь, но его рациональность сильно отличается. И поэтому для части людей, которые примерно представляли, что Владимир Путин исходит из других представлений о рациональности, это как раз большим сюрпризом не было, и они довольно долго говорили, ну, вот там, когда это с ноября, да, началась вся история, говорили, что да, это вполне вероятный и реальный сценарий. Ну, тут буквально в статье, на самом деле, об этом и написано. Что касается рациональности, он был спокоен, холоден, расчетлив. Таким был его публичный образ все 20 лет. Но сейчас видно, что он не вполне владеет собой, а значит, он действительно крайне опасен. Раньше его решение можно было предугадать, потому что чаще всего он следовал выбранному предсказуемому курсу, а сейчас мы видим, что он все сильнее теряет адекватность, он переоценил свои силы и может пойти на крайние меры, например, по отношению к тем, кто дает ему отпор. Ну, соответственно, дальше в статье Красная обсуждается угроза, ядерная угроза и ее реальность, и автор, вернее, этот психолог, психотерапевт приходит к выводу, что такая угроза существует, потому что человек с психопатичным складом, который загнан в угол, он просто перестает следовать каким бы то ни было попыткам предсказать, каким бы то ни было образом предсказать его последующие поступки, и поэтому он может делать все, что угодно. Он может делать все, что угодно, да, но в этом смысле важно тоже понимать, опять же, это указывается в статье, вещь, связанная с проявлением слабости. Как и любого агрессора, пишут, собственно, в своем анализе, человека провоцируют слабость или то, что он представляет за слабость. В этом смысле, когда мы говорим, что Владимир Путин действует как гопник, это очень похожая схема. Ну, то есть, если вы посмотрите на жертв маньяков, вот особенно серийных убийц, уж простите, что так много маньяков, ну, вот эта информация за счет есть в моей голове, в этом смысле она, кто бы мог подумать, что она довольно уместна, значит, они выбирают тех, кого считают слабыми. Они прицельно выцеливают своих жертв по тому, как они представляют эти жертвы, готовы дать им отпор. И в этом смысле Владимир Путин всю свою карьеру, всю свою политическую карьеру, поступал абсолютно так же. В моменты, когда ему кажется, что есть какая-то слабость, что есть уязвимость, он начинает предпринимать свои действия и акты агрессии. К сожалению, Владимир Путин, да, не, ну, находится на посту, где он эту агрессию может проявлять к целым народам и странам. И в этом смысле, когда он нападает, он уверен, что те, на кого он нападает, слабее его. Это произошло с Грузией, это произошло с 2014 годом, причем слабость он чувствовал не только от стран, на которые нападал, но и от тех, кто мог этому помешать. От стран Запада, от Америки в том ее проявлении, в котором она была на тот момент. И, собственно, его ставка сейчас почему не сыграла? Потому что он представлял, что Украина это слабая страна, которая не сможет дать отпор. Он считал, что Запад это неподготовленная к противодействию с Россией в экономической сфере, в газовой сфере, да, в энергетической сфере совокупность стран, которые не смогут объединиться и давать ему отпор. И в какой стадии мы находимся сейчас? И почему довольно важно, мне кажется, и эта публикация, мы, к сожалению, не можем поговорить с ее автором, у него пропала связь, он сейчас находится в Украине, и поэтому с этим есть большие проблемы периодически. Но очень рекомендую всем ознакомиться с этой публикацией, в целом мы вам ее довольно точно пересказываем. Значит, почему именно сейчас важно это понимать? Потому что сейчас у Путина возникли сомнения. Ну, есть он напал, считая, что Украина слаба, что Запад слаб. Он давно не воспринимает российское общество как угрозу. Он считает, что оно слабо, и он сделал все для того, чтобы оно было слабее и слабее. И сейчас он в сомнениях, потому что, с одной стороны, ему все еще кажется, что это слабые акторы, а с другой стороны, он видит, что ему дают отпор. Довольно эффективно. Собственно, его ключевая ошибка была вот в этой войне, что он недооценил ни Украину, ни Запад. И, как вы видите, он сейчас продолжает пытаться нащупать слабости. Он пытается раскалывать Запад своими манипуляциями, предложениями. Да, все вот эти рассказы, что вы замерзнете без нас. Да, все голод. Теперь реально холод. Голод, холод, чума, наверное, скоро появится. Которая в Китае уже, между прочим, появилась, и он наверняка скоро сможет разыгрывать и это. Да, и в этом смысле он пытается максимально нащупать хоть какую-то слабость, используя для этого огромную сеть людей по всему миру. Есть там так называемые Путин-Ферштейры, да, это люди, которые на Западе буквально куплены Владимиром Путином для того, чтобы они постоянно рассказывали одно и то же, что, ребята, давайте жить дружно, давайте вот как-то остановим это все, но там, чтобы Путин сохранил лицо и все остальное. И я не про то, чтобы Макрон куплен Путиным, а про то, что на Западе есть очень много людей, с чем авторитетом считаются, которые так или иначе связаны с Владимиром Путиным. И, собственно, он пытается продавливать эту историю раз за разом, раз за разом. И есть только одна возможность для того, чтобы Владимира Путина остановить. В чем заключается возможность? Он остановится в тот момент, когда поймет, что против него не слабый противник. В тот момент, когда он почувствует силу, и в этой статье отдельно об этом упоминается, что для того, чтобы победить этого человека, нужно не демонстрировать свою слабость, а наоборот, максимально показать, что есть сила. И знаете, какая главная черта? И вот то, в чем каждый из зрителей мог убедиться, независимо от того, в какой стране вы живете, независимо от того, сколько вам лет, независимо от того, в каких вы политических взглядах, нельзя с психопатом договориться. Он не соблюдает никаких договоренностей. Он никакие свои решения, которые он анонсировал, не превращает в жизнь. Ну, то есть он мог обещать вам, что не будет повышаться пенсионный возраст. Он мог обещать, что, значит, Россия не будет нападать на территорию Украины. Он мог обещать кому угодно и что угодно. Но для него это не важно, потому что он не берет в расчет никакие вещи с этим связанные. Есть еще одна история про травмы, которые в том числе формирует Владимир Путин. Да, про травмы тоже была история. Действительно, там было целое перечисление в этой статье травм, которые могли повлиять на его такой склад, не знаю чего, мышления. Это, в частности, и развал Советского Союза, и впоследствии убийство Каддафи, и многое еще другое. Я хотела сказать, на самом-то деле, что просто в чате пишут, что это все ерунда, потому что у Путина прекрасные врачи, и они прекрасно его лечат. Но, во-первых, не уверены, что психопатия лечится, или что он пытался бы вообще ее лечить. Но я просто сегодня думала об этом. Странная деталь на сегодняшнем форуме, где Путин выступал и наговорил, там тоже очень много любопытных вещей, ну, честно говоря, довольно абсурдных вещей. Он, среди прочего, рассказывал, он покашлял, и начал извиняться, говоря, что он кашляет, потому что в Тегеране было плюс 38, и там кондишен, что-то там типа не шуровал, или как-то так. Ну, то есть тоже Путин и его представление о языке. С современным молодежным сленги. Ну, просто меня это удивило, потому что Путин кашляет каждый раз, а извинялся он только сегодня, так что, может быть, я подумала, не знаю, с некоторой надеждой. Умрет через 2-3 дня. Ну, умрет Путин или нет, в ближайшее время этого я вам сказать точно не могу. Я не врач в этом смысле, есть там куча инсайдов и про рак, и про все остальное. Но поведение, все поведение Владимира Путина все последние 22 года точно указывает на то, что Владимир Путин, нет у него эмпатии, нет у него, соответственно, ответственности за свои слова и поступки. И ключевая черта это, что он верит в том, что моральная обоснованность его поступков заключается в их правильности. И из-за этого он может делать любые вещи, которые ему взбредут в голову. Ну, то есть это довольно хороший разбор. Опять же, вы видите, мы вам поверхностно его пересказали, но рекомендуем с ним ознакомиться. А теперь давайте возвращаться к главному преступлению Путина в последние месяцы. Это, конечно, война, которая идет в Украине, которую Владимир Путин развязал. Она идет уже 147-й день. Она пока не собирается останавливаться. Владимир Путин в этом смысле не собирается останавливаться. Поэтому я надеюсь, что как можно скорее западные страны поймут, кто перед ними. Не знаю, посмотрит этот наш эфир, кто его только не смотрит. То Олег Тиньков, то, значит, еще какие-то люди. Поэтому все может быть. И поэтому очень важно, чтобы Запад тоже оставлял поддержку.